В этом году еще предстоят несколько интересных поединков. Хотелось бы услышать ваше мнение по некоторым из них. В Лиге Исмаилов и Штырков, насколько этот бой будет конкурентным? Я думаю, что многие люди ошибаются, что списывают со счетов Ивана Штыркова. И об этом говорит сам Ага Исмаилов. Он готовится очень серьезно к этому бою. Он знает, что легкой прогулки не будет. Это будет очень тяжелый и конкурентный бой. И я как зритель в первую очередь хочу увидеть именно такой бой, чтобы ребята закатили интересную рубку на все раунды. И пусть победит сильнейший. В чем шанс у Штыркова? На что ему стоит давить? Какие минусы у Исмаилова? Их минусов почти не видно. Минусы есть всегда и у всех. Это зависит уже от тренерского штаба Ивана. Как они подойдут к бою. А мы понимаем, что это большой вес. 93 килограмма. Ребята бьющие. Шанс там есть всегда. Ислам Махачев и Рафаэль Досанев. Будет ли Махачев здесь фаворитом, учитывая, что Досанев из более высокой категории, где он провел несколько поединков? Ну, вы правильно сказали, что он провел там несколько поединков. Так, карьеру свою Досанев провел 70 килограмм. И фаворитом однозначно будет Ислам Махачев. Я просто не вижу, за счет чего Рафаэль Досанев сможет взять. То есть, если у нас есть какие-то опасения за Ислама, то они напрасны? Я думаю, да. Петр Ян и Альджер Мейн Стерлинг. Здесь конкурентный бой? Насколько опасен Стерлинг для Яна? Очень конкурентный бой. Стерлинг действительно опасен. Но Петр Ян, во-первых, он стабилен. Он каждому бою подходит на пике своей формы. Он задает такой высокий темп, который его оппоненты не могут просто держать. И если в этом бою будет то же самое, то все ключи для победы у Петра есть. И последний поединок, который меня интересует, это Хамзат Чимаев и Леон Эдвардс. Эдвардс на третьем месте из претендентов. Чимаева здесь нет. Но почему-то как, потому что именно Чимаев в данном поединке является февроритом. Ну, так кажется, потому что Хамзат сейчас на волне успеха и определенного хайпа. Но если до этого многие говорили, что он в UFC никого не бил, то есть это были ноунеймы без определенного багажа знаний, то Эдвардс это как раз жесткий, серьезный оппонент из верхушки рейтингов. И победой в этом бою Хамзат сможет закрыть рты всем своим хейтерам и недопрожелателям. Мне вот видится такая мысль, что из Чимаева делается звезда, а звезде сейчас не дадут неудобного соперника. Можно ли назвать, что Эдвардс удобен Чимаевой стилетически? Я не думаю, что Эдвардс удобен. То есть звезду нельзя просто так делать. Звезда должна соответствовать. Можно где-то помогать, как там условно, если мы берем конкретно Хамзата. Ему давали, скажем так, не самых жестких оппонентов. Но извините, никто кроме Хамзата и не бился сколько? Три раза там за два месяца. Поэтому это не заслуга Лиги. Это заслуга и Хамзата в том числе. И он сейчас соглашается на тяжелый бой. То есть значит он ему соответствует. Люди, если не верят в свои силы, они не соглашаются на бои. Если Хамзат соглашается на этот бой, значит он знает, как в нем победить. Поэтому Лига не может сделать звезду. Это обоюдный процесс. Если боец соответствует, из него делают звезду. Если он не соответствует, то рано или поздно он наступится. А Эдвардс точно неудобный соперник. Это не проходной прием. У Чимаева есть только один вопрос. Точнее, про Чимаева есть только один вопрос. Какая у него выносливость? Или какие-то еще другие вопросы тоже есть? Да. Не знаю. Он же молодой парень. Он развивается все время. У него есть борьба, есть ударная техника, есть физическая мощь. Он, наверное, самая сильная его сторона в том, что он ментально стабилен. Он спокоен, уверен в себе и в своих силах. А про выносливость мы можем только гадать. Мы не узнаем пока бой, тяжелый, конкурентный бой в высоком темпе не пройдет всю дистанцию. По-моему, другого недостатка у него не видно? Пока, наверное, нет. Алексей, большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо.